Музыка Почва это основа жизни на земле. От нее зависит качество нашего воздуха и воды. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я учитель начальных классов в общеобразовательной школе номер 16 Захишева Машиху Рабаева. Хочу представить вашему вниманию урок по естествознанию на тему состав почвы, проведенный в третьем классе. Уникальность педагогической идеи моего урока заключалась в том, чтобы через материалы, предлагаемые на уроках естествознания, способствовать формированию экологического сознания у младших школьников. Целью урока являлось изучить состав почвы, провести эксперименты и сделать по ним выводы. Чтобы урок был плодотворным и интересным, мы с детьми одели специальные халаты, чтобы почувствовать себя настоящими исследователями. В ходе урока я объяснила детям новый материал, показала почвенную карту нашей области. Далее дети в паре и индивидуально приступили к проведению исследований, которые были направлены на выявление свойств почвы. Проведя первый опыт, дети пришли к выводу, что почва имеет водопроницаемое свойство. Свои выводы они записывали в дневниках исследователя. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Почему? Потому что на ней она рыхлая, черноземная земля, и на ней очень много плодов можно вырасти, очень много плодов, и на нем есть листья, потому что на нем есть листья. Правильно, молодец! Значит, ты сделала такую вывод, да, и здесь, височки, остатки листьев, растений. То, что на этой почве являлось плодоводной, да, что на ней росли растения, оказывается, ребята. Для ребят очень важно, чтобы академический материал соприкасался с их бытом. Для того, чтобы ребята хорошо освоили теоретический материал, практическую часть занятия мы начали с исследования пришкольного участка. Для реализации моей идеи было очень важно, чтобы ребята сделали собственное исследование почвы, на которой растут растения. На нашем примере это были роза и хризантема. Здесь ребята сделали свои заключения и выводы. Что нам нужно, чтобы наши цветочки вот так красиво росли? Удобрения! Удобрения нужны еще! Полевать нужно еще! Еще хорошее зерно! Вода нужна! У нас такие красивые цветы растут, да, розы. Вы знаете, что каждый год осенью, вот наши рабочие в школе, да, когда розы обрезают, они туда кладут удобрения. Какие именно удобрения? На уровне удобрения! Да, у вас в огороде тоже, наверное, родители так делали? Да! А почему мы кидаем навоз? Чтобы хорошо росло! Чтобы хорошо росло! Перед ребятами я поставила проблемный вопрос. Почему же высохло дерево? Может, я не поливала? Возможно, ее не поливали. А еще какие могут быть проблемы? Посмотри! Ахмад Алис, как мы посмотрим, какая здесь почва? Ей земля не соответствует. Ей земля не соответствует? Нет, почва не! Почва не соответствует, нет? А еще какие могли быть проблемы? Что воды не было. Не было очень много удобрений. Что не было удобрений, хорошо, не было. Что ее кто-то не поливал. А чтобы не доводить дерево до такого состояния? Нужно поливать. Нужно поливать. Нужно правильное удобрение, да? Да. Нужно выхаживать. Нужно выхаживать. Далее мы посетили школьную теплицу. Что мы можем сказать о лимоне? Вот есть кто-нибудь может какую-нибудь информацию? Многие из нас испытывали воздействие зимних и весенних авитаминозов в состоянии, вызванных отсутствием или недостатком витаминов. Профилактическим средством являются лимоны. Родина лимона считается тропики Китая, Индии и Бигмы. Здесь ребята могли исследовать, какое растение растет у нас в теплице и какие условия были созданы для их полноценного роста. Чтобы ребята могли полученные знания использовать в быту, мной было предложено посадить саженцы клубники. Вы садите, ребята, новую жизнь. Вы представляете, какая сейчас ответственность на вас? Мы сейчас посадили новые растения. Как нужно его сажать? Его нужно сажать, ребята, всей душой, со всей любовью, чтобы получить хорошее, красивое зеленое растение. Вы представьте себе, ребята, если мы с вами, если все люди на Земле посадят такие красивые зеленые растения, будут за ними ухаживать. Какая будет у нас планета, ребята? Зеленая. Зеленая. И будет чистый воздух. И будет чистый воздух. Еще? Будет много кислорода. Будет много кислорода, правильно. Будет очень много вкусных плодов. Будет очень много вкусных плодов. А самое главное, каких плодов, ребята? Которых сажали. Экологически. Экологически чистых продуктов, да? Без всяких химикатов. А какие химикаты используют для того, чтобы вырастить растения? Знаете? Силитру. А можно пользоваться силитру? Нет. Нет. А почему? Потому что она вредит здоровью. Здоровью вредит, кроме этого. И убивает растения. Убивает растения. Кроме этого, кому он на самый большой вред приносит? Людям. Растения. Самим. Почве. Почве приносит огромный вред. Нет. В конце урока дети дали обратную связь. Нельзя использовать всякие химикаты для растений. А то самый большой вред придет к земле, а не к самому растению. И у нас кладут вкусные и красивые. Чтобы это было красивое, это было очень зеленое. Молодец. А что же нам дает? Ребят, что же это здесь такое? Интересное, красивое. Молодец. Это наша земля. Это наша планета. А какой мы хотим ее видеть, ребят? Чистое. Чистое. Красивое, чистое, зеленое. Теперь, ребят, у вас, перед вами лежат вот такие красивые, улыбающиеся цветочки. Давайте мы эти цветочки посадим на нашу красивую землю. Чтобы она была такой же красивой, зеленой и улыбающейся нам. Чтобы ты была чистая. Земля, я тебе желаю, чтобы ты была зеленой и хорошая, красивая, цветущая землей. Земля, я желаю тебе, чтобы ты была зеленой и очень чистой. И наш основной долг, ребята, сберечь нашу планету, Землю, какой? Зеленой, красивой и цветущей. Да, молодцы, умницы. Образование, связанное с экологией и сохранением ее природных ресурсов, на сегодняшний день является акробитетом. Мы, педагоги, играем ключевую роль в формировании наших учеников, особенно в отношении к природе и ее защите, национальному использованию природных ресурсов. Только через глубокое понимание экологических процессов и осознание всей важности почвы, мы сможем воспитать достойное поколение, которое в будущем будет заботиться о нашей планете. Продолжение следует...